Я пытался однажды ответить на этот вопрос, и у меня получилось несколько десятков версий, почему люди ходят на тренинги. Кто-то хочет зарядиться, потому что иногда у спикера получается еще энергия зарядить своих слушателей. Кто-то ходит за эксклюзивными знаниями, потому что часто спикеры не рассказывают, я надеюсь, что спикеры многие рассказывают. Не то, что они в книжках написают, я стараюсь не пересказывать книги, которые я написал. Есть люди, до которых лучше доходят, когда они прочитали, а потом еще послушали. Есть люди, которые ходят с дипломом, есть люди, которые ходят с нетворкингом, есть люди, даже такая ситуация встречается, что они пытаются себя продать на каком-нибудь семинаре, они задают умные вопросы, светятся, и потом могут спросить, кстати, я работаю еще, никому не нужен хороший человек. Но даже такие вещи происходят на семинарах, поэтому причин очень много. Но если бы меня спросили, если бы я понимаю, что меня спрашивают, почему люди ходят ко мне, я надеюсь, что люди ко мне ходят за инструментами, потому что я очень инструментальный спикер, я всегда стараюсь, чтобы у людей было не такое не зажигание, я достаточно монотонный спикер, а чтобы у людей просто был какой-то набор инструментов, которые можно просто взять и применить. то есть еще раз не за спичками, а за инструментами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...